Привет, ребятки! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакштеев. Дмитрий, этих ребят непонятно как зовут, да и плевать особо. Ох, ехераси! Я просто рад тебе. Я просто рад тебе, мой друг. Ты красавчик, ты вообще мужик. Ты не слон, ты просто бог. Мы с вами Far Cry 4 продолжаем проходить. Я отпущу слона на свободу. Пусть гуляют. Я не переживу, если его... Он служил мне верой и правдой. Так, далеко ли я хочу узнать задания ОАШП? Это вообще что у нас? Это Йоги и Рэджи. Задание для Рэджи и Йоги. Наград большое количество. Рупий. Йоги и Рэджи далеко. Говорят, они охренительные, кстати. Вот две неизвестные территории. Можно было бы к ним сходить, но я, пожалуй, дойду уже до Сабала. Тем более, что я уже доходил до этого Сабала серию назад. Но так и не начал. Задание. Так, друзья. Друг. Веди безопасно, сохрани. Там что-то не написано. Жизнь, наверняка. Там написано, но я не увидел, что. Потому что кустом закрыто. А резать куст я не могу. Вот так вот. Резать не получается. Там, смотрите, еще один. Еще один ваунпост. Мне бы на самом деле конвой с вами освободить. Вот это было бы круто. Не конвой, а грузовик. Я бы тогда купил себе пушечку очень крутую, с которой я бы, наверное, всю игру бы и проходил. По крайней мере, если это та самая пушка из Far Cry 3-го, то так оно и было бы. Помимо снайперки и лука. Сабал. Привет. Слушайте, здесь совсем недалеко... А, нет, далековато будет. Особняк Кхета. Тут еще колокольню, блин, над кроватью. Неизвестная территория, непонятная. И тут что-то неизвестное. Блин, колокольню бы открыть, действительно. Так, ладно, я хотел предположить, что совсем недалеко здесь особняк. Ну, то есть аванпост, и можно его освободить, прежде чем задачу, задание делать, выполнять. Но я, походу, ошибался. О, горный резус. Вот этот чувак мне нужен. Вот эти обезьянки. Он мне нужен для... Для бумажника. Ладно, это потом сделаем. Так, где-то тут есть плакат, да? Так, так это? Где? Вот он, плакат. Вот, Сабал, ты стоишь здесь. Ты не мог, блин, этот дебильный плакат сорвать сам? Или тебе по кайфу смотреть? По кайфу вообще, по кайфу. Вы припасики возьму. Почему нет? Ну, чё с тобой, дружище? Сабал. Победитель вернулся. Теперь повстанцы смогут продолжить своё дело. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиды данные важнее жизней. Данные, которые могли и не пригодиться. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Это золотой путь. Дорога, которую указал нам твой отец. Я знал твоего отца. Я уважал его. И принял этот путь. А что тогда насчёт Амиды? Пойми, я не отрицаю её заслуг. Но лидер должен быть один. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Тебе надо понять его. И понять нас. Монастырь ждёт. У них там разговор серьёзный с дружищем одним. Наклёвывается. Культурный обмен. Вот так вот задание называется. Доберитесь до монастыря Чалджама. Да не вопрос, доберусь. Дайте на карту гляну, где он. Офигеть. Давайте-ка я колокольню всё-таки освобожу. Раз уж у меня по пути. Вот на этой пендюре не поедем с вами. Она мне больше нравится. Сейчас будет пропаганда. Ой, готовьтесь к этому. Надирал его. А, нет, это мне Пейган звонит. Дай, за кого ты болеешь? Что больше влечёт тебя? Лотос Амиды? Или... Зерсткая прическа и болевой подбородок Сапала. Сука. Каждому своё, но тебе пора выбирать. Признаться, Сапал не в моём вкусе. Ты моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. Ты моему виду не скажешь. Лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Дядя. В общем, только что нам сказали, что нет, 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 нет. Этот хрен у нас всё-таки, блин, тот ещё. Гонец за женскими сердцами. Что это за звук? Не понимаю даже, зачем я здесь остановился. Раби Рейраны. Есть задание по уничтожению... По уничтожению пропаганды. Раби Рейраны. Там радио, что ли, говорит, я не понимаю. Что за звук-то, мать твоя? Нахрен я здесь остановился. Понять не могу. Записочка. Мудрость Пейганамина номер один. Как бы сильно не дул ветер, сколь яростно не бушевали бы волны, гора никогда не склонится. Король Пейганмин. Да, залит вас свет Пейгана. Нахрена мне показывают эту территорию? О, боже, что мой. Трупик. Трупачан. Здесь был магазин. Ёпт, сейчас всё в крови. Бедная женщина погибла. Ладно, что за говно здесь звучит? О! Гляньте-ка, ещё что-то. Дружок, я и пастырь, и козлища. Я соберу и елунга из кусков, что рассеял Бонашур по всей земле. Я вырву лотосы и наделю их копытами, дабы ходили они. Козёл. Отлично, брат. Ты только что почитали записку козла, а почему нет? Что-то крузские записки читают. Ладно, меня бесит уже этот звук. Не понимаю, что за звук. Ну ладно. Мы с вами имеем задание. И это задание отправляемся выполнять. Что там? Непонятно. Здесь я сверну налево. Хоть мне и дальше их... О-хо-хо-хо-хо! Йо-о-о! Привет! А, это я пройти никак не могу. Достановись ты, ёпта! Сука, остановись! Машину сейчас сломать. Вот так это надо было сделать. Дружище, стой! Ну пожалуйста! У меня уже нечего стрелять. Ну остановись тогда и убей меня! Умрю я! Всё, я уже никак его не останавливаю, мне кажется. С ними без разрешения преступления. Всё уже! Если вы видите, как кто-то перенастраивает высказку, сообщите ближайшему... Тебя не жить! Убить? Нет? Ну наконец-то! Фу! Я не мог упустить эту машину, уж простите меня. Я потратил, конечно, очень многое на то, чтобы её убить, её остановить. Остановить этих ребят. Но я не мог пройти мимо. Как я не могу пройти мимо всего вот этого добра? Дороги! Отлично! Перезарядись, дружище! Всё, машина подчинена. Можно отвезти её. Так, грустный аванпост, отмеченный на карте. А на какой? Сюда, наверное, или сюда, да? Справа от меня. А, вот сюда, походу. Блин, ну вот контрольную точку ставлю, и мне это не помогает ни разу. Ладно, походу здесь направо. Объявление от министерства. У меня же нападать не будут? Отлично! Надо отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить. Вступайте в дорогу и не делайте резких движений. Правильно еду. Там же и восполню боезапас, и куплю, наконец-то, оружие! Оружие! Очень крутое оружие! Блин, я, по-моему, разогнался чересчур. Да не, машина крутая, очень тяжёлая. И держит дорогу из-за этого неплохо. Ах ты ж мать, сзади нападаю! Ребятки! Стопышечки! Фух! Я, конечно, много времени на этом потерял. Ну, что поделать? Так. Дополнительные опыты и боезапас пополнен. Типа все патроны, что ли? Ладно, не, не все. Так, друзья, друзья, друзьяшки. Друзяшки, друзьяшки. Новое оружие! Продать, конечно, всякого добра на 66 тысяч. Мне же хватит денег на оружие. Попробуйте настроить. Я же не имбецил. 320 тысяч. Прикиньте, прям вот ровно. Да. Нет, это не та пушка, которую я в итоге хотел. Но я его всё равно куплю. За последние баблинские поставлю я. Невозможно использовать эту ячейку только для пистолетов. А здесь нужно изготавливать. Вот изготовлю, конечно, и верну штурмовик. А пока что воин будет со мной. Потому что это добро. Оно. Покраску не могу. А, понял. Денег нет. В армии не обрадуются, что ты увозишь припасы. Хорошо. Они боятся, что мы набираем силу. Окей. Вот это красота. Да. Ладно, это не та пушка, которую я хотел. Но всё равно круто. Калаш. С этим каком. С клематорным прицелом. И... Более того. Он ещё и с... Глушаком. Прямо вообще супер-супер-супер-супер-супер. Мне бы машина... А, вон, сзади машины будет. Машину я возьму. Поеду. О, там стрельба. Шмальба. Блин, вот такая вот игра. Ехал-ехал я, значит, на задание. И на тебе понеслась. Йоу, ребят, 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 ребят. Стойте. Стой, 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 стой. Твою мать. В итоге машины нету. Ничего ещё нету. Куда мне вообще, в принципе? Пипец. На колокольню. Конечно, на колокольню, блин. Долго, конечно. Но на колокольню. Ладно, по крайней мере, у меня теперь... Пометка стоит, как туда идти. Ребят, стойте. Стоим, 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 стоим. Машину дайте. Машину, говорю, дай. Выйди. Выходи. Спасибо тебе большое. Керат, он, как бы, вас. Это я всё сделал. Кстати, Поза тут недалеко. Можете там подождать, пока я его верну в машину. Думаю, что я им верну машину. Конечно. Делать мне нечего. Бедные парчики собрали тачку, отжали просто. Обожаю такие моменты. Ох, тошнит уже это ты телка. Быстрее бы её выключить. Понятное дело, да, зачем я остановился здесь? Чтобы обыскать ящик. Бабки-то я все свои потратил. А патроны нужны будут. Ой, сильно, сильно, сильно в занос ушёл. Машина такая нехти. Не очень управляется. Блин, всё в тумане, пипятки. Обожаю этот дух. Сообщение от Министерства связи. Радиовышки Керата. Собственность Пегана Мина. То самое место непонятное. Пошла в жопу. Перенастраивает. Слушайте, я уже который раз... Давайте их пропустим вперёд. Своих, хотя. Но всё равно. Я уже который раз проезжаю вот этот значок, и мне жутко становится интересно, что же это за место такое. Только посмотреть. Не грех. Да это просто пулемёт, ребят. Прямо вот специально как бы. Убейте курьера, прежде чем он скроется с военной информацией. Там, кстати, и военная информация. Нормально остановился посмотреть. Блях. Там грузовик, я хочу, чтобы он проехал. Проезжай, пожалуйста. Не буду я тебя атаковать, не бойся. Всё, уезжай. Уезжай, ты мне неинтересен. Ты не больше неинтересен. Мне интересен вот этот курьерчик. Чё у тебя тут есть? О, круто. На обычной такой песклевой тачке. Слушай, а нормально? Можно останавливаться вот здесь вот как бы и тусить. Ну, типа, стоять и расстреливать всех, кто здесь приезжает. Но, правда, об этом пойдёт Малван. Дойдёт всё это дело до Пейгана или до его главнокомандующих. И они сюда, нехилые, как в Араву, армию пришлют, чтобы отбить это стратегически неважное место. Но мне плевать, мне абсолютно плевать. 15 тысяч баблинского опять срубнило. Охренительно, блин. Зеркало не робит. Да, по крайней мере, голоса этой бабки нету. Блин, извините, ребят. Чуть было вас не сдавил. Ты же не прыгнешь под колес? Правильно, не надо прыгать под колес. Добрый, добрый день. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Кто машину оставил здесь? Никому-нибудь на машине? Странно. А там что за красота? Не знаю. А в любом случае, мне нужно на башенку. Направо не пойдем? Нет. Такие амбарды у меня странные. Хотя ладно, дорога дерьмовая. Красота. Напомню, что у меня есть костюм-крыло. Я отсюда сейчас как полечу. Как будет красиво. О! Что за говно сейчас случилось? Если вы видите, как кто-то перенастраивает вышку, сообщи на ближайшему солдату армии короля. Что за говно это было сейчас? А? А? Что это за говно было, я спрашиваю? Что на меня упало? Ну-ка давай, ну-ка давай ты и тише будешь сейчас. Я предупреждал. Это свои, а вот это не свои уже. Будут драться? Вон у пулемета! Отстреляй! Оставайся! Будут. И абсолютно зря. Хе-хе-хе. А, пушка мне нравится эта. Так, там тоже свои. Нет, там не свои. Бляхай. Я промазал. Блин, это просто бесконечный процесс. Ты не по ОРУ стреляй, дебил, а по этому, по рычагу. Свой? Не свой? Ну вообще это гражданский, он же не позвонит никому, никого не позовет. Вот еще я надеюсь. Так. Ништяков ты до хрена, смотрите. А, ничего, здесь поклоняются Пейгану, что ли? Я не пойму. Охренеть. Здесь бит кто-то. Да плевать, я катил. Собственно. На это все. Ёп, куда? А, вот. Ну че, как думаете, они... Вот эти людишки, которые рядом были, они будут звать кого-нибудь? Жаловаться Пейгану. Ох там. Шмальба-пальба. Кто выиграет? Не верю я в силы нашего союзника. Ой, как не верю. Можно подниматься на веру. Блин, я предвкушаю этот момент, когда я прыгну отсюда. На костюме-крыле. Объявление от министерства. Смотрите, еще один. Вмешательство. Заколебали стреляться. Чего без меня тусить это? Где поднимайся? Вот. Чем выше, тем ветра до хрена. Больше, точнее. О, ты посмотри, видели? Народ убегал, видимо, от собак диких. Ну-ка, сейчас посмотрю. Не, не вижу собак. Ого, высота, пипец. В правильную сторону повернулся. Твою мать. У нас с этой стороны тоже можно забраться хорошо. Не упади, пожалуйста, другующее. Спасибо тебе большое. Вооот. Все, заптнись уже. Заптнись, я тебе говорю. Серьезно, просто, вот, заколебал. Молодец, спасибо. Так. Пшеничное поле Дипака. Дипака или Дипака. Там плохие дядьки были. Песня Банашура. Какая-то там расстреляли народу. Тень Киры. Там тигр, бенгальский тигр. Ох, тень Киры бы. Так, в бесплатном магазине появилась пушечка. Новые действия. Открыть карту мира. Не вообще в ту сторону, конечно. Но хочется, очень хочется вон туда полететь. На костюме крылья. Блях. Ну, придется вот туда лететь. Было больно между прочими. Паруха, машина рядом. Вижу, ты не меньше меня хочешь заткнуть Пейгана. А то. Бесит. Девчонка эта бесит, которая вещает. Прямо раздражает. Хорошо, что ее такой бесящей сделали. Прямо невозможно услышать. Так, давай, туманчик пропадай. Ай, красота. Ай, молодец. Ого. Это карта, да? Это вот то, что я карту купил. Поэтому тут эти места появляются. Смотрите, неизвестная территория. Здесь, здесь. Наверняка это из-за этого. Круто. Круто. Мест просто пипец для изучения. Ну, ура. Так. Пора бы выполнить основное задание. Радчик. Индийский радчик. Я уже не знаю, зачем я это говорю. Так. Я понял. Видимо, это места, которые помечены. А, ты посмотри. Здесь я могу... Мне вот этого херню сделать. И почитать. Король пейган. Мин напоминает, что все религиозные мероприятия находятся под запретом и считаются преступлениями против короны. Почитайте. Штука нельзя их зануть. Так. Хочу, 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 хочу вот эту штуку открыть. Трупы людей. Пипец народу. Пало здесь. Очень много. Вот что за шум? Я не понимаю. Он откуда-то отсюда. Да-да-да-да-да-да. Эй, ладно. Только раздражаюсь от того, что не могу найти источник. Музыка радует. Ой-ой-ой-ой, тихо. Там впереди, по-моему, плохие ребятки. Или нет? Нет. Никого тут нет. Странно. Хорошее место, чтобы пулеметчик поставить. А, здесь свои. Здорово, ребзя. Монастырь Чалджама. Припаркуемся. Йоу, здорово, мужики. Че, как дела еще? Офигеть. Миштяков. Ладно, мне не туда, мне туда, вот наверх. Хотя, конечно, манила. Та дырка меня манила. Место крутое. Что-что? А, это местечко похоже на монастырь какой-то, да? Думал, он разорется. Но он спокойно меня выслушал. Прикинь. Ммм, обезьянка. О, отличный парень. Только идиотов не любит. Сам увидишь. Класс. Привет, партыш. Пусть это останется между нами, ладно? Блин, я обожаю шерст местную. А, вот вдалеке немножко круто смотрится. Молодец. Не будем беспокоить их. Абсолютно не нужно это. Привет. О, это Мадзарамараманга. Да. Мадзарамараманга. Именно так. Этот монастырь был вырезан в склоне горы около 500-го года до нашей эры последователями Киры. Именно здесь учение Киры впервые было перенесено на бумагу. В последующие века монастырь Чалджама бережно сохранялся и многократно подновлялся. Он до сих пор открыт для верующих. Вы представляете, какая работа здесь была проделана? Этот мир не только создан был людьми. Он был еще и заполнен этими самыми людьми. И вот такими записочками тоже. Охренеть, да? Просто... Жесть, какая бешеная работа. Это все для того, чтобы мы с вами вот этим путешествием насладились. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Да ты что? Готов. Банашур, бог богов, создал мир песни. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Ну айда, давай возьму. Совершите полничество. К Чалджаме. Мне карму нужно. Наполнить. Ну окей. Привет. Что здесь за записочка? Кому, почтенный Лама Чугел? Я получил твое письмо. Я хочу сразу же развеять твои опасения. Слуги, которые ты слышал, не соответствуют истине. Безумец, которого селяне называют хами, никогда не был нашим послушником. Этим утром во время пуджи я говорил себе... Я заколебался читать письмена с непонятными нерусскими текстами. Серьезно, я не знаю, что такое... Свеча это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Да ты что? Хорошо. Подожжем свечу. События кармы есть. А дальше что? Привет, дружище. Так, ладно. Очевидно, мне по этой стороне надо идти. Отлично, чувак. Вот тут вот хожу хернью и страдаю. Жизнь неуловима, как ароматный дым в лаговоне. И ее так же легко развеять. Понял. Подожди. Все тут с огнем связаны. Офигеть. Так, осталось вот это. Я все сделал. И что теперь? Дружище, что теперь? Я у тебя спрошу? Ты зачем вообще делаешь вид, что у меня тут рядом нет? Возвращайся к Раджу. Я уже давно возле Раджу. Раджу, обнять меня хочешь? Наклониться хочешь? В ладошки поиграем. Ты будешь со мной говорить нет? Давай сделаем вид, что я, короче, не вернулся к Раджу. Я такой весь из себя, туда-сюда хожу, туда-сюда хожу. Потом вот сюда хожу, потом туда хожу. Потом такой, ммм, барабанчик. Потом такой слева здесь посмотрел на колокольчик. Такой, ммм, ля-ля. И такой, о, Раджу, привет. Может тебе это самое? Сабал, тебя ценят. Хотел, чтобы тебе позволили увидеть. Великий демон Елунг живет в каждом человеке. Он тешит нас сложной надеждой. Коза, которую мы убьем, насытит и успокоит его. Думаешь? Я бы испугался. Бедная коза, блин. Можно тоже делать такую тему, типа... Мы говорим с духом. Твой отец понимал и вдохновлял других своими делами. Ты не кричи, ты сюда подойди, люди мешают же. Обдумай то, что ты видел. Я увидел, как вы козу убили. А еще вы свинью убили. А еще вы гораздо убивать. Люди одним словом. Поговорить с тобой? Опять обнимашки хочется, что у тебя. В общем, дружище, я обдумал, я хочу уйти отсюда. Здесь что? Все, я пошел. Ты хочешь, оставайся, я пошел. Странное место. Монастырь, блин. Что, все, жопа? Зачистите монастырь, твою мать. Вот это по мне. Мне плевать на то, что им там нужно. Дружище, вот ты как сюда вообще попал? Я не понимаю. Я шел по твою душу. Напали на монахов. К дверям! Где они? Вижу. 70 секунд. Я успею. Чего у тебя не получится? Блин, 50 секунд надо успеть. Вертолет для хомуха пришел. Вперед, пошел, 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 пошел. И что враг не выгодно. Пока враг жив, деремся. Ха-ха-ха. Дебила кусок. Привет. Долго собирался здесь это делать? Вертолет свалил? О, дайвер, вертолет свалил. Я один не понимаю, почему у меня пропал прицел на коллиматоре. О, четко как, а! Надеюсь, тебе понравилось. Солдаты напали на стол с оружием. Нужна подмога. Я все сделал. Твою мать. Все, да не все. Ногу не сломай, дружище. Патроны заканчиваются. Хорошо, у них можно подобрать все это дело. Это просто вот самый наглый. Привет. Фу, по-моему, мы отбились. Так точно, мы отбились. Можно взять патрончик. Патрончик, я еще хочу патрончик. Давай-ка, не занись. Липкие гранаты, да? Да, липкие. Блин, как круто я скинул грем, мне аж понравилось. Я же прям затащился от самого себя. Нельзя страдать числоем, конечно. Ну, блин, я пострадаю, ни хера себе. Нельзя страдать числоем, понял. Понял, не дурак. Сжечь меня начало, блин. Не буду я страдать числоем. А, здесь уже нельзя, да, оружие? Типа того. Фу. Ну, вы довольны? Помните, вот что бывает, когда люди забывают богов. Аджай, могло быть еще хуже. Да, я знаю, вы могли сдохнуть. Не будьте, а тут так и было, так бы и было. Культурный обмен завершен. Здравствуй, Аджай. Привет. Как говорят? Фу, ел, пошли отсюда. Да, да, я в курсе. Спасибо. Собал, армия хотела занять монастырь, я помешал. Да хранит тебя Кира, брат. Монастырь слишком важен для города, для его жителей. Твой отец это понимал. Видите это? Ему бы пригодились такие люди, как ты. Климент где? Здесь пулемет стоял. Здесь стоял пулемет. Здесь сейчас пулемет. Нет, не стоял здесь пулемет, я понял. Пулемет был здесь или там, справа, да. Хорошие? Хорошие. Нахера шики. А об этом нападении не будет говорить? Или это остаточные такие лохи, знаете? Их тоже позвали, типа, нападать на монастырь, а они припоздали, мальца. Не мог? Нормально убить его. На помощь! На помощь! Чё ты орёшь там? На помощь, на помощь. Всё хорошо же. Так, всё, я за патронами сюда спускался. Теперь... Блин, ночь. Теперь. Сейчас вот что произошло? Здесь должны были быть трупы животных. Собака, это ты их съела, да? Вот это маленькое говно съела их. Маленький орёл просто взял и... Что произошло? Почему животные пропали? Я должен был снять шкуру с них. Зачем? Зачем они исчезли? Зачем они... Вы не видели? О, человека убил. Орёл этот. Серьёзно, что ли? Ты понимаешь, дружище, что на твоей могиле напишут? Его убил орёл. Знаете, хоть мозги вышибу, что ли? Так, ладно, ребят, будем заканчивать на этом. Обидно. Здесь были животные. Куча шкур. А ещё здесь только нытики, которые орут. Я не нужна тебе помощь, чувак. Отвечаю. Тебе яйца нужны. Всё, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!